Не хотите платить за электроэнергию? Тогда мы идем к вам. Все эпизоды этого бесконечного сериала про чужие деньги похожи один на другой. Решительный стук в дверь, удивленные глаза и справедливый вопрос. Почему не платите? Здравствуйте. Здравствуйте. Судебная пристава. Самое сложное, рассказывают приставы, это установить нормальный контакт с неплательщиком. Отдельные индивиды не то что на камеру бросаются. Даже люди в погонах им не указ. В этот раз не повезло лишь оператору. Уходите, уходите. Снимать, снимать, уходите. Не надо мне тут никакого телевидения. Что это, что такое? Навещать должников энергетикам с приставами приходится часто. Уговоры действуют не всегда. Приходится идти на крайние меры. Отключать свет, либо описывать имущество. Большая задолженность. Видели, да, сумму долга? Везло, у меня потанцилили. 100 тысяч рублей задолженность энергии сбыли. Имущество есть какое проверить у вас в счет долга? Нету. В такие рейды энергетики и приставы выходят регулярно. Когда появляется угроза отключения света или потери имущества, у злосчастных неплательщиков обычно включается совесть. Как правило, после ареста имущества должника проходит проплата. То есть это мера... Побуждает. Прекрасно, да. Бывает такое, что после третьего-пятого визита судебного пристава исполнителя должник приходит и хотя бы по 100-200-300 рублей проплачивает. Общая задолженность населения, просроченная задолженность, та, которая составляет более трех месяцев, по Оренбургской области 81 миллионов рублей. Сумма на самом деле достаточно большая. При этом, как показывает статистика, она накопилась практически за половину 2013 года. И в завершении добавим, что с энергосбытом всегда можно договориться. В компании готовы пойти на реструктуризацию долгов. Главное, чтобы было желание со стороны граждан заплатить по счетам. Максим Стародомов, Дмитрий Примачек. Новости дня.